Доработка точилки для заточки ножей сайту СК-09. Точилка для заточки ножей сайта Алиэкспресс. Всем мира, добра и любви! Сегодня я поделюсь с вами очередной идеей по доработке точилки сайту СК-09. У меня есть уже несколько видео по доработке этой точилки и возможно эта идея также кому-то пригодится. Кому именно она пригодится, сейчас будем разбираться. Эта точилка продается на Алиэкспресс и стоит очень даже небольших денег в стандартной комплектации. Она идет из чемоданчиков и так далее. Есть обзор у меня на канале, посмотрите кому интересно. И единственная проблема, которая здесь была, это вот здесь был люфт. И я просто установил вот сюда втулки. Эти втулки, меня там иногда спрашивают, это как бы временные втулки. Они из шариковой ручки, то есть заряд шариковой ручки. Я подобрал нужный размер, установил и пока все работает. Но, как вы видели уже, кто смотрит мои видео, я уже сделал доработку на одной из своих моделей этой точилки. У меня их две. И сделал автоповорот благодаря подшипникам. Кому интересно, также посмотрите это видео. Но сегодня я буду дорабатывать именно вот эту заводскую комплектацию. Ну да, здесь не совсем заводская, поскольку вместо штанги, которая идет в заводской комплектации, я установил здесь рейку. Рейку также можно купить отдельно. Она продается в магазине Sightool. Ссылка будет в описании под видео. Почему я ее установил? Поскольку, если вы пожелаете пользоваться вот этой идеей и увеличить разнос зажимов, вам пригодится и эта рейка. Надо учитывать то, что дорабатывая вот так, как я сейчас покажу, эту точилку, увеличивает стоимость этой точилки. И есть уже смысл посчитать, не будет ли проще купить точилку для заточки ножей Sightools Beast. Это очень интересный вариант, такой более продвинутый вариант, один из самых продвинутых на сайте Алиэкспресс. И если вы еще ничего не покупали и рассматриваете вот такой вариант, вот такой комплектации, тогда уже посмотрите, присмотритесь к Sightools Beast. Но если вы уже что-то купили, например, вот эту Sightools K09 или Ruixin Pro RX 008, ой, 009, и у вас просто не хватает вам вот этого разноса, вы задумываетесь, что сделать, как усовершенствовать это, как исправить это. Вот есть возможность на Алиэкспресс купить в магазине Sightools вот такую планку вместе с зажимами. Зажимы также продаются отдельно, то есть, если вы пожелаете два комплекта зажимов, также можно это организовать, то есть купить. Все ссылки будут в описании под видео, приходите, смотрите. Вот эту рамку я сейчас попробую прикрутить вот сюда. Ничего дорабатывать для этого не надо, в принципе, надо просто ее прикрутить. И для этого я купил вот эти винты. Сейчас расскажу, как я сделаю, как, по моему мнению, лучше сделать, и почему я решил вот так сделать именно и так далее. И так, максимальный разнос вот этих зажимов в оригинальной комплектации, вот в точилке из коробки, это 11 и 1 по максимуму. И получается, если вы затачиваете там складные ножи, тогда у вас проблем вообще никаких не будет, поскольку все будет устанавливаться так, как надо. Но если вы пожелаете заточить какой-то очень длинный и мягкий, гибкий нож, поскольку если вы будете затачивать даже длинный нож, но он будет достаточно твердый, то есть, там, полстый, и он не будет прогибаться на края и на острие, тогда без проблем. Я точу вот этой точилкой к шеф-ножи, проблем нет. Но если вы там пожелаете заточить какой-то филейник тонкий, гибкий, тогда, да, будут проблемы, будет игра, ну и есть тогда вот такое решение. Кто пожелает, может воспользоваться. И вот здесь есть уже отверстие под вот эти винты. Эти винты я купил вот сейчас, чтобы просто потом будут спрашивать, какой размер. Например, это у нас M5, но я бы лучше взял M6, сейчас объясню почему. Длина 35 мм. M5 я взял потому, что они очень, как бы, подходят под эти отверстия. Но M6 лучше подойдут под вот эти отверстия. И получается, что вот здесь можно рассверлить, в том месте, где мы будем крепить вот эту планку. И это не повлияет на работоспособность, как бы, заводской комплектации. То есть, вы всегда сможете вернуться, поскольку здесь, ну, очень тонкие винты установлены там. Поскольку фиксация происходит вот здесь, благодаря вот этим выступам и благодаря конструкции вот этих зажимов. А не за счет, то есть, надежность крепления, а не за счет вот этих отверстий. Поэтому можно совершенно спокойно рассверливать. И даже в этом есть какое-то преимущество, поскольку, если у вас есть какое-то отличие в углах заточки на обе стороны, вы сможете это исправить, если там проточите одну сторону больше, другую меньше. Для того, чтобы узнать, какую сторону надо точить больше, какую меньше, можно купить вот M5. И попробовать установить, подобрать нужное расположение вот этой рамки. Ну, и тогда уже рассверливать под M6. А возможно, сейчас я проверю, как будет работать эта идея с M5, то есть, от этими винтами. Возможно, и не надо, будет ничего менять, и оно не будет двигаться, будет хорошо крепиться. И вы каждый раз, когда будете устанавливать вот эту рамку, сможете подобрать вот это в оптимальное размещение этой рамки, чтобы компенсировать какую-то разницу в углах заточки. Я бы этим не заморачивался, поскольку это бюджетная точилка. И если у вас даже какая-то там разница в один градус, оно на там маленьких подводах, в ножах, которые сведены в ноль, вообще незаметно. Если у вас какой-то там скандиспуск, и вы точите нож в спуск, и он там достаточно крупный, и вы видите этот градус как-то, и вам это неприятно. Ну, тогда, да, можно как бы это избавиться от вот этой разницы. Ну, а если вы там таким не занимаетесь, можно вообще ничего не менять, и с этой разницей в один градус точить. Оно на рез вообще никак не влияет, как мне кажется, но я этого не ощущаю. А визуально, кто видит, кто не видит, но это все зависит от ситуации. Ну, в принципе, все, что хотел рассказал. Я купил, как видите, по два комплекта, то есть я буду крепить двумя болтами для надежности. Я не знаю, надо, не надо, возможно, хватило бы и одного, но я решил перестраховаться и попробую сейчас установить все. И даже попробую заточить нож вот этой конструкции, которая получится у меня. Мы увидим, как увеличивается вот этот разнос. Ну, в принципе, будет все то же, что и на Сайтус Бист, только уже на точилке Сайтус К-09. А это бюджетный вариант, повторяюсь. В принципе, все. Сейчас все устанавливаю, вы это увидите, и буду затачивать нож. В конце я расскажу вам о своих впечатлениях, что у меня получилось, что нравится, что не нравится, что бы я поменял и так далее. Поехали. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 и с помощью алмазных камней также от сайт ус это бюджетные камни но очень хорошего качества в принципе я всегда затачиваю все неизвестное бюджетное вот этими камнями и я доволен что я могу сказать по этой доработке по этой заточки в принципе я получал удовольствие от заточки все работает так как надо но есть замечание замечание первое это длина штанги вот видите это уже как бы предел в принципе ее хватает но там уже где-то сантиметр остается это решается очень просто если у вас штанга заводская то есть у вас вообще такой проблемы не будет поскольку штанга будет устанавливаться вот сюда ближе у меня здесь не заводская штанга а рейка поэтому она как видите я ее сместил далее поскольку это более комфортный вариант для использования вот этих стандартных зажимов вот эти и они ближе как видите а сейчас где-то вот не знаю 8 сантиметров разницы и вот эти 8 сантиметров влияют на длину штанги то есть ее не хватает и у меня как бы срывался брусок с шарнира уходил за пределы шарнира поэтому мне все что надо сделать если я буду использовать с вот этой доработкой рейку просто сместить рейку ближе вот и все принципе поэтому ничего менять не надо штангу менять не надо в этом случае это просто такое замечание которое я увидел в процессе заточки а все остальное мне понравилось как бы фиксация надежная принципе других болтов не надо или винтов то что есть то есть единственное что я бы подобрал сюда вот винты такие мебельные чтобы там есть такое место под вот эту прорезь поскольку вот идея с потай шляпкой не очень хорошая поскольку она раздвигает губки планку то есть она как бы влияет на ее разжатие поэтому я поменяю вот эти винты а так идея рабочие она реально имеет место быть исключили исключение здесь в том или вернее нюанс в том что вот эта планка вместе с губками она стоит денег и поэтому здесь однозначно нужно решать если смысл покупать вот такую конструкцию или же обратить внимание на сайту сбист поскольку сайту списка более продвинутая точилка это только в том случае если у вас уже есть все это и вам не хватает вот разноса зажимов тогда вот присмотритесь к такому варианту поскольку эта планка и зажимы она конечно же будет как бы полезно не только для этой точилки для других точилок и для людей которые пытаются сделать что-то там своими руками какую-то точилку этот элемент точилки один из самых сложных в моем случае наверное мне так кажется самый сложный чтобы угадать вот эти все параметры и сделать поворотный механизм точным поскольку сам поворотный механизм принципе монаш можно что-то придумать и в домашних условиях а вот это она делается как бы вы сами понимаете в домашних условиях это сделать точно очень очень непросто поэтому вот такая получилась доработка кому нравится напишите возможно у кого-то есть какие-то вопросы дополнительные или нюансы или возможно кто-то пожелает увидеть вот эту доработку на точилке сайт узко 09 с как бы полуавтоматическим поворотом там где я сделал на подшипниках вот этот поворот вместо вот этих втулок сколько эти втулки это как бы временное такое решение в принципе все рассказал нож удалось заточить и даже было желание остановиться ранее поскольку не надо вот это все прорабатывать каждым бруском для такого ножа это бюджетный нож он точится достаточно часто все всем хорошего настроения спасибо за просмотр надеюсь идея вам понравилась мира добра и любви